Дискуссионные площадки, мастер-классы, семинары, совещания. Участники Всероссийского форума отцов, который объединил более 300 пап из разных регионов страны, поделились опытом воспитания детей. Напомню, в форуме участвовал Сергей Дугин из Муравленко. Впечатлениями и планами общественной работы он поделился с нашим корреспондентом Ольгой Черной. Самые активные папы страны собрались в Екатеринбурге, чтобы обсудить родительские проблемы на первом форуме отцов. В течение двух дней они обсуждали критерии и разрабатывали положение кодекса отцов. Мужчина сейчас активно отстраняется от воспитания своего подоставящего поколения, то есть перекладывает эти проблемы либо на женщину, либо, еще хуже, перекладывает это на педагогов, то есть на учреждения образовательные. Считает, что он добытчик, что достаточно просто приносить деньги в семью. Участников форума такое положение дел не устраивает. Кстати, в кодексе отцов так и записано, что сегодняшний отец – это не пассивный наблюдатель процесса воспитания. Он должен быть в ответе за то, что происходит с ним, с его семьей, с его детьми. В нашем городе доступно все. Культура, спорт, образование – все у нас в принципе в достатке. Но тем не менее, даже мы сами наблюдаем, что основная масса, которая приводит детей в эти учреждения – это женщины. То есть нужно перенаправить не просто так, чтобы приводили, а чтобы еще и участвовали с ними своим личным примером. Одно из решений форума – создание в каждом российском городе советов отцов. Появится такая общественная организация и в нашем городе. Мы проведем работу с общественными организациями. У нас есть такие организации – Муравленковский городской родительский совет и многодетная семья организации, многие другие организации, которые все-таки будут рассматривать вопрос, может быть, о создании совета отцов в городе. Активных пап в Муравленко много. Они входят в составы школьных и городского родительских советов. Становятся участниками мероприятий различного уровня. Именно умудренные опытом отцы станут основным костяком новой общественной организации. Им предстоит заняться обучением молодых пап, справляться с вызовами современности. Совет отцов, я думаю, что это интересная и полезная тема, полезная организация. Она может заниматься разной направленностью. Одно из направлений может быть организация шефства, кураторства за трудными подростками, за трудными семьями. И развитие каких-то спортивных, массовых и прочих полезных мероприятий. Если создаться такое общество, то мы можем действительно делиться накопленными опытом молодым, молодым передавать родителям, что все-таки важно не только добывать деньги в семью, но еще уделять внимание своим детям. Есть семьи, которые без отцов, чтобы какая-то помощь была. Мужская сила, все равно нужна мужская помощь. Согласны с отцами и дети. Отца в сегодняшнем обществе и в семье они видят в роли наставника и друга. И для дочери, и для сына отец подает пример. Для дочери он является защитой, какой-то опорой. Он показывает свое мужество и силу. А для сына это пример, каким нужно быть мужественным и сильным. Когда папа рядом со мной, мне всегда хочется спокойно, что возле меня кто-то есть. И папа для меня как стена. Он всегда за меня постоит. Для меня слово папа всегда отвечает над словом ответственность, доброту, любовь к своим близким. И еще я хочу сказать, что отец – это также и большая ответственность для самого себя и семьи. Ольга Черная, Эрнест Бавшин, Петр Хаджаев, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.